Ну что делаем с ним? Соглашаемся, отказываемся. А давай пошлем его куда подальше. Ну что, вы приготовили для меня еду? Где она? Ничего ты от нас не получишь, это наш дом и пошел отсюда вон. Раз ты не даешь нам еду, мы с моими друзьями сидим, всех твоих, говорящих, друзей. Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка на Marketplace в описании. Торопитесь, ну а мы начинаем. А если вы хотите, чтобы говорящие друзья стали вашими друзьями, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0 поставили. Молодцы, круто! Как вы помните, в прошлом видео к нам пришел синий, прожорливый синий из радужных друзей. Я не знаю, что с этим делать, сейчас взойду к говорящим друзьям, посмотрю, чем они там занимаются, и мы с ними обязательно решим, что же нам с этим делать. Мои миленькие говорящие друзья, тушки спят. Ну, хорошо, давайте поговорим с Джинджером, что ли. Он самый нарядный, видите, мы достали костюм. Эй! Короче, как ты знаешь, что приперся синий? Наглый-наглый-наглый прожорливый синий, который хочет, чтобы мы сделали запас еды ему, и чтобы он все это съедал. Как ты считаешь? Этот синий совсем обнаглел. Пришел к нам в дом и такое говорит. Да-да-да, он не просто сказал, он угрожал, что если мы этого не сделаем, нам просто будет конец. А что, если он не шутит? Возможно ли такое, что он позовет своих друзей сумасшедших и навредит нам? Да, возможно. Возможно, и конец какой-нибудь настанет. Сука, нас уже кто только не пугал, ничего не произошло. Понимаешь? Ну, что делаем с ним? Соглашаемся, отказываемся. А давай пошлем его куда подальше? И правда. Пошел он нафиг, почему мы должны ему какие-то делать ништяки в нашем доме, какие-то холодильники наполнять, как-то ублажать его. Он нам кто? Он нам вообще никто. Пусть так что идет нафиг. Что он нам может сделать? Господи, да? Ну, все по рукам. Так и сделаем. Короче, мы решили ничего не отдавать. Синий, пошел он, знаете, куда далеко и надолго. Нам самим нужны продукты и все остальное. Поедем-ка, кстати, скатаемся в магазин. Может, там что-нибудь нам интересненькое предложат. Давайте, например, зайдем вот сюда для рукоделия, для музыки, для творчества. Там всегда есть что-то интересненькое. Огненный мяч, например. Это прикольно. Можно денег? Спасибо. Слушай, на них мы можем купить вкусную еду. Не для синего, а для нас, любименьких. У нас, кстати, ребята, новые альбомы, новые карточки. Вот с таким вот воздушным шаром. Почему-то все дубликаты. Мне очень обидно, когда я получаю дубликаты. Это вообще несерьезно. Джиндер, покачайся, пока это так круто. Только не замерзни. О-о-о, к нам кто-то идет, я догадывалась. Кто это? Ну, приветики, приветики вам. Привет. Ну что, вы приготовили для меня еду? Где она? Ты еще таким наглым тоном это спрашиваешь? Не офигел ли ты вообще? Где еда, я спрашиваю? Почему мы тут должны были тебе подсуетиться или как? Это вообще-то наш дом и наша еда, как я тебе уже сказала в том самом первом нашем знакомстве. Я не понял, где моя еда? Обойдешься. Ничего мы для тебя не приготовили. Если хочешь есть, иди и сам найди для себя еду. Дайте мне. Ничего ты от нас не получишь. Это наш дом и пошел отсюда вон. Чертов прожорливый, синий, наглый. Ага, ну вы сами напросились, теперь вам точно не поздоровится. Ой, все, не надо нам только угрожать. Ты приходишь в наш дом и еще нам угрожаешь. Из-за того, что мы тебе наши продукты не отдаем. Все, до свидания. Вам хана. Все, я сказала, разговор окончен. Как я его, да? Вот так вот тут вы, ребята, пока спите, тут у нас разговор состоялся с синим, представляете? Давайте-ка просыпайтесь, хватит спать. Уже надоели, уже надоели спать. Надо что-нибудь съесть. Как раз таки. Вау, у нас открыты окна. Блин, кто их открыл? Мне не по себе. Они были закрыты, кажется. На улице такая зима. Куда открыла окна? Чай, буду их закрывать. Ну давайте, у нас есть три булочки для бургера. Ты не наелась? Да, наконец наелась. Бен. Кто? Нормально. Кто-нибудь еще? Ну все, мы теперь довольны все? Да, мы теперь можем отправляться на чердак. Тут очень-очень-очень уютно и здорово. У нас в чердаке горят огоньки, фонарики летают, очень тепло здесь и хорошо. И значит настало время страшной истории. Хотя персонажи, которые приходят к нам в игру, сами хотят нам строить страшную историю, но мы им не позволим. О, эта история называется просьба о помощи. Интересно, какая же там просьба о помощи? Итак, ребята, вы готовы? Будет очень-очень страшно. Эта история случилась с темной и дождливой ночью. Мужчина со своей женой спокойно спали в своем доме. Внезапно пара была разбужена звуком машинного двигателя. Спустя несколько минут в доме раздался громкий стук во входную дверь. Боже, так страшно, когда это происходит ночью. Мужчина посмотрел на часы, которые показывали позднее время. Кто бы это мог быть в такое время? Спросил он. Снаружи забывал ветер. Дождь бил по оконным стеклам. Снова раздался настойчивый стук во входную дверь. Ооо, спустись вниз и посмотри, кто это, сказала жена. Я бы на ее месте сказала, о нет, дорогой, мы прямо сейчас звоним в полицию. Вот у меня еще ствол в руке и нож. Мы туда не пойдем. Надо всегда быть на чеку, я считаю. Мужчина накинул халат и спустился в прихожую. Через окно с сонными глазами он разглядел фигуру, стоящую на крыльце. Трясущимися руками мужчина открыл дверь, ненормальный. Под проливным дождем стоял некто в темном плаще. Черная шляпа была глубоко посажена на голову, прикрывая глаза незнакомца. Вы можете меня подтолкнуть? Спросил тот. Простите, не могу. Сейчас почти полночь, ответил мужчина, захлопнув входную дверь и вернулся в постель. Кто это был? Спросила жена. Странный тип, который искал помощь. Я так понял, что он хотел, чтобы я его подтолкнул в его машину. И ты ему не помог? Конечно нет. Уже поздно, и на дворе такая нелетная погода. Жена ему говорит, тебе должно быть стыдно. Помнишь, когда наша машина сломалась неизвестно где? Двое незнакомцев остановили, чтобы помочь нам. Я думаю, ты должен его выручить. Мужчина снова вылез из постели, спустился вниз и открыл входную дверь. На улице было темно, дул крепкий ветер. Шел сильный дождь. Мужчина крикнул. Ты еще здесь? Откуда-то из темноты донесся голос. Да, я здесь. Тебе еще нужно подтолкнуть? Да, нужно. Мужчина сделал несколько шагов вперед. А где ты? Здесь, на качелях. Это очень смешно. То есть, он хотел, чтобы его кто-нибудь подтолкнул, когда он качался на качелях. Мне кажется, после такого можно просто чокнуться, сесть рядом с ним на качельку и качаться весело хихикая. Вот такая вот эта история. Блин, я все время вот читаю эти истории, и мне это время так страшно, но в конце всегда очень смешно. Надеюсь, вам тоже. Короче, мы отвоевали наш дом, никто наши продукты не будет есть. Классные истории мы читаем у нас сегодня на красивом. Поспали, съездили в магазин, сейчас будем играть. И кайфовать вообще здорово будет. Бека, надеюсь, ты приготовишь что-то вкусненькое. У нас, кстати, масленица. Значит, будут блинчики, это здорово. Пойду посмотрю, что там. Молния какая-то жуткая. О, боже, это Синий пришел. И он привел с собой еще двоих радужных друзей. Нет. Ну и что ты теперь скажешь мне, Ксюша? Зачем ты их привел и сам зачем явился? Я тебе все понятно объяснила. Раз ты не даешь нам еду, мы с моими друзьями сидим всех твоих говорящих друзей. Вместо еды ты съешь говорящих друзей? Да ты с ума сошел. Да мы тебя победим. Не победите. Я скоро приведу сюда всех радужных друзей. И мы вдоволь пояснимся тут у вас. О, нет. Нет. Ребята, что же нам делать? Напишите, может вы знаете какой-то рецепт, как его и всех их победить и отвадить от нашего дома. Вообще напишите, что вы думаете по этому поводу. И как нам с ними справиться. Потому что они нам здесь явно не нужны. Тем более всей своей оравой. Так что пишите, буду ждать. Я надеюсь вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.